В эфире наше стройное радио Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Итак, сегодня я хотел вам рассказать такую очень важную тему, которая меня очень волнует. Я считаю, что это прямо очень важно. Если вы внимательно смотрите за моими эфирами, вы знаете, что я сторонник такого подхода, что мало просто агитировать людей за стройность, мало просто убеждать их в том, что квадратики на животе это лучше, чем целлюлит на попе. Этого недостаточно. Важно еще немножечко людям объяснить, как максимального эффекта мы можем добиться при минимальных каких-то усилиях. В этом вообще весь фокус. Да в общем-то все согласны быть стройными. Ну, даже те, кто сейчас ест сало. Вот они прямо, ну, это не вы, но, может быть, рядом с вами кто-то есть сало. И как бы рот набит салом. Ну, если хочешь быть стройным? Хочу. Ну, то есть он прям жует, как бы, конечно хочу. Ну, а какой дурак, не захочет быть стройным. Ну, прямо этого недостаточно. Нужно знать, что делать. А еще, конечно, очень важно тратить силы и время на то, что действительно дает результат. Ну, то есть не тратить силы и время понапрасну. Друзья мои, очень важно, что еще нужно сделать для того, чтобы при минимальных усилиях получить максимальный результат. И я сегодня хотел поговорить о такой теме. Какие продукты нужно перестать есть, чтобы худеть? Можно ли среди всего этого бокалейного разнообразия, среди всего этого гастрономического вертепа, среди всего этого обжорного счастья выделить какие-то, как я люблю, главнейшее зло. Что все-таки в питании является... Потому что понятно, что есть 50 оттенков желтого. Ну, есть разные... Зло можно выстроить на некоторой шкале. И есть прям совсем зло-зло. А есть, ну, как бы, да. Как бы, ну, ничего страшного, иногда немного можно. И это прям очень важно. Потому что, как вы все помните, как вы все помните, всегда мы ищем главное зло. Потому что усилия по борьбе с самым главным злом дают больше всего эффекта, больше всего результат. Это вообще главный принцип. И какие продукты больше всего виноваты в лишнем весе? Прежде всего. Ну, то есть первое. Прежде всего, ну, то есть первое. Научитесь находить так называемые калорийные бомбы. Меня вот критикует Сергей Михайлович. Любите вот твои истории, рассказы, отвлекаетесь. Давайте прямо под диктовку. Раз, два, три. Раз, два, три. Первое. Ищите калорийные бомбы. Что это такое? Дело в том, что очень часто люди толстеют не от того, что любят поесть. Не от того, что любят повеселиться, а особенно похомячить. Очень часто люди набирают вес из-за каких-то нескольких конкретных продуктов, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. И самое обидное заключается в том, что иногда это совсем не то, что людям кажется, из-за чего они толстеют. Я, например, очень часто видел, что люди, например, запрещают себе есть макароны. Ну, как же всем известно, что макароны там любого там блогера открой, там же, вы что там, гликемический индекс там вообще, крахмал там, кошмар вообще, поел макарон, умер. А вот оливковое масло, это, конечно, да, сплошная польза. То есть дело в том, что иногда люди не понимают, что у них в питании является причиной набора веса. И было бы неплохо найти какое-то время, проанализируйте свое питание. Прямо просто позаписывайте, что вы едите в течение дня, какие продукты. Если у вас хватит мужества и силы, посмотрите, какая там калорийность. И обратите внимание, просто посчитайте по итогам дня, какой продукт в ваш организм сегодня занес больше всего калорий. Ну вот кто арифметически, чисто по калориям, кто в организм занес больше всего калорий. И очень часто бывает так, что мы обнаруживаем удивительное. Бывает так, что мы обнаруживаем, что люди, например, толстеют не из-за продуктов. Люди толстеют из-за соусов, например. Очень часто люди толстеют из-за майонеза. Люди могут набирать вес из-за какой-то подливки, поджарки, что-то там вот такое очень вкусненькое. Она делает, это прям реальная история, она делает овощное рагу, но заливает его маслом. Я говорю, ну подождите, ну это же как бы сильно увеличивает калорийность. Он говорит, ну моя мама так делала, моя бабушка так делала, ну а я кто такая, чтобы идти против предков? Ну это такая традиция у нас. Но там овощи 20-30 килокалорий, масло 900. И ей бы научиться рагу делать без масла, она бы рванула вперед. Очень часто люди набирают вес из-за каких-то добавок. При том, что иногда бывает еда нормальная, но просто политая такими соусами, или там какие-то такие добавки, которые имеют огромную калорийность. Посмотрите внимательно, поищите вот эти калорийные бомбы. Очень часто калорийными бомбами являются так называемые хорошие жиры. То, что во всех, значит, статьях, газетах написано, что, дескать, это очень... Главное это жиры. Если вы сбрасываете вес, главное это жиры. Будьте прям осторожны с этим. Посмотрите чисто по калорийности. Иногда замечательное, чудесное оливковое масло, прекрасное, спору нет, но она прям, когда им поливает салатик, то там, конечно, калорий получается в 5 раз больше, чем в самих овощах. Овощи-то прекрасны. Она же смотрит, я же питаюсь огурцами и помидорами, я же вообще там молодец, от ними... Вы говорили, Сергей Михайлович, побольше овощей, ну так я радую вас. Ну просто, говорит, они так ужасные, и я их там маслом сверху поливаю. Очень часто это калорийная бомба, на которую человек даже не обращает внимания. Иногда калорийными бомбами являются, например, какие-то жирные десерты. Есть такое просто сладкое, это еще полбеды. Ну там, мед просто сладкое, сухофрукты просто сладкое, а есть жирное сладкое, то есть десерты, которые содержат и жир, и сахар. То есть они в очень маленьком объеме могут иметь достаточно большую калорийность. И я не буду там как-то говорить, что конкретно это у вас, или еще что-то, но обычно, когда человек какое-то время, хотя бы один день, хотя бы, ну лучше там два-три, просто фиксирует то, что ест, и смотрит, какая где калорийность, просто ради эксперимента, читает упаковочки, он вдруг обнаруживает, что есть какие-то продукты, которые поставляют основную калорийность вообще. Иногда бывает так, что в салате с майонезом, в майонезе калорий больше, чем во всем остальном салате. Это такое бывает сплошь и рядом. Иногда бывает так, что в какой-нибудь подливке калорий больше, чем там в основном, если она жарит яичницу на масле, то в этом масле калорий больше, чем в самой яичнице. То есть иногда это бывает прям удивительно. Поэтому, еще разок, очень важная мысль. Вам не нужно быть осторожными со всей едой, но хорошая стратегия для снижения веса заключается в том, чтобы найти калорийные бомбы. Кто, какие из продуктов являются основными поставщиками вот этих вот огромных калорий, из-за которых люди и набирают вес. Очень часто мы обнаруживаем, что таких калорийных продуктов, таких калорийных бомб на самом деле не так много, как кажется. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. И если у нас получается придумать какую-то низкокалорийную альтернативу, все, человек уже, уже перестает падать в пропасть, а может быть, уже начинает сбрасывать вес. Если вместо того, чтобы поливать из масла, она берет масло-спрей, уже огромный шаг вперед. Если она научилась делать низкокалорийный майонез, это огромный шаг вперед. Если она научилась вот эти калорийные бомбы заменять на что-то там меньшее по калорийности без потери вкуса, это огромный шаг вперед. Посмотрите, какие продукты в питании у вас калорийные бомбы. Если вы уже сбросили вес, если живете стройные, читайте внимательно этикетки. Смотрите, вот всякий раз, когда новый какой-то продукт появляется у вас в питании, почитайте этикетку, посмотрите, сколько там калорий. Иногда это бывают удивительные такие открытия. Будьте внимательны. Дальше. Что еще? Что из продуктов требует особого внимания, если вы склонны к избыточному весу? Есть такое понятие, как срывные продукты. Срывные продукты это те, которые опасны не жирами, не сахарами, не даже калориями. Срывные продукты это те, которые опасны тем, что разжигают тягу к еде. Они провоцируют переедание. Они пробуждают демона внутри. Они, после них хочется есть еще больше. Проверка очень простая. Как узнать, срывной продукт это или нет? Не срывной продукт это тот, который вы можете съесть один кусочек и остановиться. Ну, как, например, куриная грудка. Ну, я не видел людей, у которых куриная грудка это срывной продукт. Что, дескать, откусываю куриную грудку, вдруг на меня впадаю в какое-то состояние и пока пол ведра не съем, не успокаиваю. Нет, я такого не видел никогда. Куриная грудка это эталон вообще невкусности. Да, можно приготовить ее вкусно, но это прямо требует некоторых усилий. Но обычно люди говорят, что нет, вот прямо съедаю, могу остановиться в любой момент, Сергей Михайлович. Вот могу 40, 40, там 60, 100, 100. Я в любой момент остановлюсь. Другое дело срывные продукты. Люди мне пишут, вот там сыр у кого-то срывной продукт. Здесь, посмотрите, проблема в том, что у всех они разные. Кто-то совершенно спокойно относится к колбасе, но теряет волю при виде шоколада. Кто-то на шоколад пилюет, ну то есть смотрит спокойно вообще, прям равнодушно, но теряет волю при виде пирожных. Ну и так далее. У каждого свои какие-то срывные продукты и хорошая стратегия для снижения веса заключается в том, чтобы понять, а какие продукты срывные у вас? Какие продукты у вас провоцируют переедание? Составить список срывных продуктов, потому что со срывными продуктами стратегия следующая. Со срывными продуктами проще не начинать, чем остановиться. Вот не начинать проще. Люблю халву в шоколаде, кается Татьяна прямо в комментариях. За скубрию комченую отдаю жизнь, сообщает мне Комарова 49. У меня это хлеб. Да, смотрите, и очень важная мысль заключается в том, что срывные продукты, они как бы работают наоборот. То есть, если мы утоляем голод, мы поели вкусной но низкой калорийной еды мы наелись и отлегло и тяга к еде ушла со срывными продуктами наоборот. Их чем больше ешь, тем больше хочется. То есть, если для нее, например, скумбрия это срывной продукт, ей проще не начинать, чем остановиться. Ее мозг обманывает. на вирусы все варим и на мозг. Мозг меня обманывает. Все эфиры ваши поднимают. Мозг у меня такой вредный. Мозг ее обманывает. Он говорит, давай мы просто купим детям скумбрии. Мы купим для семьи. Мы чуть-чуть съедим. Мы там понюхаем. Но чем больше контакт с продуктом, тем сильнее тяга. Чем меньше контакт с продуктом, тем меньше тяга. Это вот так вот работает. Соответственно, со срывными продуктами проще не начинать, чем остановиться. И чем меньше, ну, чем больше препятствий между ней, между худеющим и срывным продуктом, тем меньше тяга. И это очень важно. Вы должны знать, какие срывные продукты у вас, потому что очень часто именно они виноваты в переедании. Дело в том, что ладно бы, вот у нее там хлеб, любимый продукт. Она говорит, ладно, я съедаю один кусочек, у меня там меркнет все в глазах, я съедаю оставшуюся булку, бегу, значит, в магазин, ем все там в хлебном, все, значит, там съем, и все, ухожу в какой-то вот хлебный зажор. Был бы еще полбеды, но дело в том, что иногда срывные продукты, они не просто провоцируют человека на переедание этим продуктом, они еще запускают переедание вообще. Она говорит, вот, вот есть у меня такой продукт, мне его прям проще не начинать, чем остановиться, потому что пока я его не ем, я нормальная, ну, то есть я, Сергей Михайлович, вас слышу, я там согласна, там все, прям худею, соблюдаю, все делаю, но стоит мне только попробовать вот этого продукта, ну, там скумбрии, например, я уже, я уже вас не слушаю, я уже, значит, ничего не выполняю, я уже ем то, сё, и торты, и перестаю шаги делать, то есть все, срывной продукт, он опасен не только тем, что он увеличивает тягу к этому продукту, он вообще запускает неправильное пищевое поведение, приступ, ну, что-то в голове такое переключить, ага, ты все равно поела скумбрии, теперь ты уже падшая душа, так уж, нажремся, и, значит, помрем счастливыми, вот, вот, давай вот так вот с тобой, значит, поступим, мозг начинает предлагать такие штуки, поэтому, будьте осторожны со срывными продуктами, вы, вам не нужно быть осторожными со всей едой, но вам нужно быть осторожными со срывными продуктами, потому что именно они очень часто виноваты в переедании, какие продукты срывные у вас, и чем меньше контакт со срывными продуктами, тем меньше тяга, не покупать проще, чем не переесть, так работает наш мозг то есть если у нее в дом ну как это обычно бывает она говорит у меня срывной продукт сгущенка и иногда бывает так что вот у меня он работает там на стройке он все время голодный голодный заходит в магазин покупает много приносит это все домой и как это помягче сказать бездушные чудовище page пожирал борща и уснул а я не могу уснуть у меня прямо сон не идет я прямо ворочаюсь я прямо не могу заснуть когда у меня в дом в доме сгущенка вот прямо не не идет сон я прямо чувствую что у меня какой-то в душе какая-то магетаж что-то вот-вот какой-то у меня повышенная тяга к еде верно это возрастное наверное это что-то у меня инсулин подскочил наверное что-то у меня вот что-то да просто срывной продукт в доме срывной продукт в доме провоцирует тягу к еде ну потому что мозг же знает что там вот там вот счастье она возможно и эта сгущенка она прям шепчет оттуда приходи ко мне тут у нас весело давай значит пошалим говорит ей сгущенка будьте осторожны со срывными продуктами они притягивают дурную карму в ваш дом что еще из продуктов требует особенного внимания жидкие калории друзья мои жидкие калории очень часто это источник пустой бессмысленной калорийности на которую люди даже не обращают внимание ну потому что иногда люди калорий выпивают больше чем съедают люди калорий выпивают зачастую больше это соки но это же это же витамины сейчас же гипо не вообще витаминоз как же не пить соков ну на самом деле да вы можете сделать сок там из фруктов не отжимайте а вот такие фреши они вполне себе нормальные но как правило какие-то такие соки которые пока продаются в магазинах это жидкий ну прям жидкий сахар это какие то вот там привычка наливать там молоко или сливки в кофе это это газировка очень часто люди калорий выпивают больше чем съедают и там бывает еще такая история и так лишний вес у нее и так прямо лишние килограммы и у нее начинается уже немножечко инсулинорезистентность потихонечку от лишнего веса начинается это еще пока там значит еще пред диабет еще ничего страшного но у нее появляется жажда у нее появляется жажда начинает больше пить и я видел такое много раз она а она пьет кока-колу газировки чай там с сахаром то есть она пьет еще больше сахара от этого поджелудочная вообще уже там бедненькая она и так уже на последнем издыхании я еще хуже еще больше жажда она еще больше пьет калорийных напитков и прямо несет ее вообще в эту пропасть это прям такая ловушка из которой выбраться бывает очень сложно будьте осторожны с калорийными напитками посмотрите внимательно не получается ли так что вы пьете много калорий потому что даже там не знаю пачка кефира в день это 300 килокалорий до казалось бы что такого но люди набирают вес не из-за калорий люди набирают вес из-за привычек соответственно если у нее есть эта привычка это 300 килокалорий в день это 30 граммов человеческого жира это плюс килограмм в месяц то есть килограмм чист человеческого жира желтого липкого с красными кровяными прожил густого человеческого жира килограмм теплого человеческого жира она выпивает в месяц если сложить ее весь этот кефир в итоге а знаете время как летит особенно с годами не успела глазом моргнуть вот тебе надуло лишний вес понимаете там прям имеет все это имеет значение вот когда ну может быть вы помните я делал эфир когда мы рассчитываем равновесную калорийность ну то есть ту калорий который она не сбрасывает не набирает даже ошибка в 100 в 200 килокалорий приведет к тому что у нее вес поползет очень точно нужно знать свою равновесную калорийность для того чтобы не набирать мне бы было было приятно с вами общаться всего доброго счастья вам пока пока в эфире наше стройное радио